Всем добрый вечер. Получилось у вас полчаса задержки, но я постараюсь немножко сжать то, про что я собирался рассказать сегодня. Это где-то около минут сорока. Меня попросила Ольга, я так понимаю, коллеги Ольги, поделиться мыслями, какими-то, скажем так, фактами, информация о том, что вообще происходит с темой окружающей среды и экологии у нас в Беларуси, в мире, как мы, как, скажем, обычные люди, можем поучаствовать в каких-то изменениях положительных, отрицательных, то есть какую роль мы оказываем на то, что происходит вокруг нас. Я начну перед тем, как я там расскажу про себя чуть-чуть, вот с такого небольшого, не знаю, вопросов, квиза. Знаете ли вы, что из этого в Беларуси вообще перерабатывается? Это самые распространенные предметы, каждый день из этого что-то используем. Скорее всего. Еще раз. Скорее всего, контейнер перерабатывается. Ну, да, в реальности толстого пластик у нас здесь, по сути, практически нету, за исключением, может быть, вот основы вот этой бритвы, это будет, скорее всего, полипропилен, но учитывая его размер, она пойдет в отвал. То есть единственное, что частично у нас перерабатывается, это под бутылком. Я это говорю к тому, что на самом деле очень много из того, что каждый день, каждый из нас использует в магазинах, покупает дома. Мы можем это даже кидать в контейнеры для пластика или в нужные контейнеры. В реальности это все идет на полигон. Это в каком-то смысле иллюстрация той потребительской модели, в которой мы сейчас живем, в Беларуси и, в общем-то, практически во всех странах, как минимум, Европы. То есть это вот что-то такое очень, скажем, очень мелкое. С одной стороны, очень незаметное. Очень часто мы и большинство людей вообще не понимает, какое отношение это имеет к тем глобальным экологическим проблемам, которые есть. Но в реальности из-за огромного масштаба, из-за очень большого распространения, и вот про это я уже буду рассказывать в презентации, в своей истории, это непосредственно влияет на то качество окружающей среды, в которой мы живем. Меня зовут Евгений Лобанов. Я работаю в Центре экологических решений. Это некоммерческая организация. Нам уже больше 10 лет. Мы работаем в Белоруссии, в общем-то, точнее, мы находимся в Белоруссии, в Минске. Работаем как в нашей стране, так и в ряде стран европейского региона. Украина, Россия, Прибалтика. Занимаемся целым рядом тем, но если попробовать это все суммировать, это продвижение экологически-дружественного образа жизни. Это работа с законодательством, это работа с системой образования, это демонстрация различных решений, то есть, как бы, такой достаточно широкий спектр деятельности. Мы не коммерческая, в том смысле, что там все деньги, которые там организация получает, как там гранты, либо зарабатывает, мы все направляем на развитие нашей деятельности. То есть, здесь нету цели извлечения прибыли для кого-то из сотрудников. Я начну вот с этой фотографии, которая в каком-то смысле очень иллюстрирует для меня то, что происходит с окружающей средой в нашей стране. Кто-нибудь знает, что это за птица или вообще там вот идея, где эта фотография могла быть сделана? Еще раз. Правильно. Да, один из видов Куликов. Идея места. Балтика. Это Туров. Это Туров, Припять. Если более точно, это Туровский луг. И это, по сути, единственное место в Беларуси, где у нас находится станция кольцевания птиц. Если вот вы ее видите, на лапке у Кулика есть такие цветные кольца. Это то место, где ученые, ну, в реальности, это там несколько человек, они работают в центре кольцевания. Во многом они просто энтузиасты, которые очень любят природу. Ставятся сети, и очень много куликов, вообще птиц туда попадает. В принципе, им никакого вреда не наносится. Но их кольцуют для того, чтобы потом можно было отслеживать миграционные пути, чтобы на других станциях кольцевания таких же птиц отлавливали. И потом, соответственно, понимали, кто куда летит, какая продолжительность жизни. И раньше это было единственным способом изучения птиц. Сейчас очень часто, например, на птиц ставятся маленькие радиопередатчики. Особенно на крупных птиц, и мы можем смотреть, куда эти птицы летят. Почему я про это рассказываю? Потому что Туров, Припять – это очень важное место, где в Беларуси на пролете останавливаются сотни тысяч таких птиц. Если приехать в мае, в конце апреля в Туров, то в один день на очень маленькой территории там могут быть десятки тысяч таких птиц, которые летят из Арктики в Европу. И они там останавливаются на несколько дней, чтобы покормиться. В этом смысле у нас в Беларуси до сих пор очень много таких ценных, уникальных территорий, вот как пойма Припяти, например, или Беловежская пуща, территории, которые важны для природы, для биоразнообразия, для птиц. И это то, что мы можем в каком-то смысле сохранять, продолжать изучать, продолжать поддерживать. Ну и мне очень нравится вот задний фон этой фотографии, такая вот бутылка, потому что это тоже в каком-то смысле иллюстрирует то, что происходит с нашей природой. Очень часто приходишь, приезжаешь в Беловежскую пущу, в Налибоковскую пущу, в какую-нибудь такую достаточно дремучую, скажем так, территорию, и всегда можно найти мусор. У меня знакомый работает в нацпарке Беловежской пущи, он занимается изучением волков. Очень часто он уходит в такие, скажем, заповедные зоны, такие глубокие территории. И там можно найти, правда, не бутылки, там скорее можно найти, например, воздушные шары, которые туда прилетают, или воздушные шары, вот эти китайские фонарики. То есть это тоже в каком-то смысле иллюстрация, что несмотря на вот ту красоту природы, то хорошее, ну скажем, базовое условие, которое у нас есть, мы по-прежнему еще не очень это ценим. То есть я думаю, что каждый из вас видит, сколько мусора может быть в этой природе. Я попробую вот в как бы первой части презентации сказать несколько слов вообще про глобальные тренды, про то, что происходит сейчас в мире. То есть это во многом касается Беларуси, что-то очень острое, что-то там чуть менее острое, но чтобы вы понимали как бы такую общую картинку. Это, наверное, первая тема, которая у многих на слуху, по крайней мере в СМИ, это тема изменения климата. И в этом смысле всегда очень интересна визуализация, когда мы можем сравнить, что происходит в каких-то ключевых территориях. То есть это вот ледник в Аляске, фотография, которая была сделана в 41-м году, по сути, одна из первых фотографий вот этого ледника. И эта фотография, по сути, той же самой территории, только через там 60 лет. Мы видим, что ледник практически полностью исчез. Вот это еще, в каком-то смысле, даже более впечатляющая фотография. То же самое Аляска, другой ледник, 20-й год, и через 85 лет. То есть как бы полностью все ушло. Я не знаю, видели ли вы новости буквально последней недели. В Исландии произошли такие как-то символические похороны одного из ледников. Это вот фотографии вот этого самого ледника. Я не верю, что вот эта фотография, она вот там прошлой неделе, но явно она более последнего времени. И, к сожалению, вот такие тренды того, что именно ледники потихонечку уходят, они приходят из уже многих стран мира. То есть это как бы те, ну скажем, визуальные доказательства, которые показывают, что изменение климата происходит. И в этом смысле как бы есть консенсус среди ученых, среди климатологов о том, что человечество сейчас находится вот в той фазе, когда, с одной стороны, идет рост температуры, идет рост концентрации парниковых газов. Мы до сих пор обсуждаем, в какой мере человечество на это влияет. Там за счет тех промышленных выбросов, антропогенных выбросов. Но как бы тот факт, что мы вот в этой фазе находимся, это уже ни у кого не вызывает сомнений. У нас, как у экологов, представителей экологических организаций, конечно, вызывает очень большое опасение, что, вот скажем, такие глобальные экологические интересы, они очень часто относятся куда-то там на потом. Когда вот мы смотрим на ситуацию с Парижским соглашением, там с Киото, с вот как бы международными экологическими комменциями, в основном какие-то серьезные решения, которые позволили бы там сократить, например, выбросы парниковых газов, они очень часто относятся куда-то на потом. То есть политики не хотят брать на себя ответственность, чтобы вот там со следующего, например, года мы там сокращаем какие-то вещи. Все говорят, там, давайте подождем, пока Китай согласится, пока там США согласится, пока Россия. То есть эти процессы идут очень медленно, при этом мы видим, что практически во всех странах, и здесь уже в том числе Беларусь, каждый год мы бьем какие-то температурные рекорды, например, там, самая высокая температура, или там количество экстремальных погодных явлений, то есть это вот, например, какие-то сильные грозы, ураганы, там, в каких-то регионах это торнадо, это все увеличивается. Это одна из, скажем так, следствий того, что климат меняется. Скорее всего, вот там наше поколение уже на протяжении вот следующих, там, 10-20 лет, ну, мы будем жить немножко в других условиях, там, в том числе погодных. Потому что это все влияет не только на, там, количество осадков, это влияет на изменения, там, например, сельскохозяйственных зон. С одной стороны, то есть вот у нас уже сейчас, там, на юге Беларуси некоторые зоны, они напоминают, там, Среднюю Украину. То есть с одной стороны, это вроде как хорошо, с другой стороны, это означает, что у нас, например, появляются новые болезни, там, сельскохозяйственных растений. У нас увеличивается, там, количество, словно, клещей, которые, там, разносят, там, энцефалит, болезнь лайма. То есть это все очень сложно, и, вот, наверное, для экологов это сейчас одна из самых таких основных обсуждаемых тем, в принципе. То есть если многие говорят о том, что если мы не сможем вот остановить вот это изменение климата, не сможем выработать хорошие стратегии адаптации, то, ну, как бы, в 20-м, в 21-м веке жить будет гораздо менее комфортно, чем в 20-м, это, если говорить так, очень дипломатично. Про это мы еще поговорим чуть подробнее. Есть ли у вас идеи, что объединяет вот эти четыре картинки? Ну, первое – это наркотики. Да, деньги в этом смысле – это правильно. Это вот вторая такая большая, наверное, тема. Вот здесь, как бы, схематически или, так скажем, идейно изображены четыре наиболее прибыльных вида нелегального бизнеса. То есть первое – это торговля наркотиками, второе – оружие, третье – трафикинг, торговля людьми, четвертое – торговля биоразнообразиями. То есть, на самом деле, для меня это в свое время было таким, ну, как бы я не думал, что вот реально существует такой огромный черный рынок на животных, на предметы флоры и фауны, но в реальности он есть. Это вот один из видов носорога, и его, там, в первую очередь, рок считается таким буквально волшебным снадобьем в Китае. И именно вот спрос со стороны Юго-Восточной Азии привел к тому, что сейчас вот белых носорогов, то есть, несмотря на то, что носорог, он серый, официально это называется белый носорог, их осталось, ну, буквально несколько штук. То есть, их охраняют точно так же, как будто охраняли там какого-то очень важного человека. Но, несмотря на это, количество редких видов флоры и фауны с каждым годом очень серьезно в мире сокращается. Фармацевтика использует в этом? Фармацевтика – это, скажем так, в народной медицине более подробно. Есть ли у вас идеи, сколько в мире осталось львов? Обычных львов. Ну, практически, 40 тысяч. Есть идеи, сколько кошек в мире? Львов. 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 Ну, 600 миллионов. Когда-то, можно сказать, что вот эта пропорция, они были практически наоборот. По собакам, ну, вот по волкам у нас сейчас около 200 тысяч волков осталось всего. Зато собак около 400 миллионов. И если смотреть на вот статистику, то самые основные, скажем так, виды, которые занимают более 70% веса – это будут коровы, это будут свиньи, это будут кошки, это будут собаки. То есть это будут… потом идут курицы, ну, то есть, в общем, те птицы, которых мы выращиваем. То есть на самом деле за последние 100 лет произошло, ну, можно сказать, вообще катастрофическое или там драматическое изменение вот в том количестве животных, которые живут на планете. И сейчас в первую очередь, скажем так, живут те животные, которые очень тесно ассоциированы с человеком. ООН и программа ООН по окружающей среде, они считают, что исчезновение видов, уменьшение биоразнообразия – это сейчас, опять же, одна из основных проблем, которые угрожают человечеству, потому что исчезновение каждого из видов, особенно вот таких вот, например, крупных, то есть, которые находятся на вершине пищевой цепочки, они влекут за собой, ну, просто огромные изменения вообще во всей экосистеме. То есть, условно говоря, если там уходит какое-то животное, уходят там другие виды животных, растений, которые с ним связаны, и в конечном итоге это ухудшает качество жизни уже и для людей. Вот сейчас, например, одна из таких тоже очень обсуждаемых тем – это исчезновение пчел, точнее, уменьшение, очень резкое уменьшение количества опылителей, то есть, ну, и в первую очередь пчел. Это происходит во многом из-за того, что мы используем очень много ядохимикатов, пестицидов, гербицидов, различных веществ, которые, скажем так, помогают выращивать там те культуры, которые нам нужны, но которые являются токсичными для других видов животных и растений. Вот эта проблема, связанная с тем, что количество пчел очень серьезно уменьшается, причем практически во всех странах, но потенциально может привести к тому, что просто там сельское хозяйство у нас, ну, там, кардинальным образом изменится, потому что не будет кому опылять растения. Ну и в том числе это приведет к тому, что очень многие виды, там, цветковых растений, которые зависят от опылителей, то есть вот там в первую очередь от пчел, они в каком-то смысле уйдут. Поэтому вот эти такие две большие проблемы, изменение климата и уменьшение количества видов, это, ну, вот, наверное, то, что сейчас касается практически всех стран в мире. Мы говорили немножко про изменения, ну, скажем так, вообще про экосистемы. Ну, вот опять же, это фотография Припяти, есть такой белорусский фотограф Сергей Платкевич, наверное, один из лучших фотографов-анималистов, фотографов дикой природы. И вот это, как бы, такая очень, ну, скажем, естественная водная, речная экосистема. К сожалению, в Европе таких мест осталось уже очень мало, потому что реки очень часто там, они спрямляются, как бы промышленно, скажем, используются, там, для судоходства, для, там, гидроэнергетики. И вот таких вот естественных мест, которые позволяют там жить очень большому количеству видов, которые поддерживают в том числе, там, хороший парниковый баланс, то есть, там, выделяют, там, огромное количество кислорода, остается очень мало. Вот, в этом смысле, опять же, в Беларуси еще пока есть чем гордиться, хотя, вот, там, та же Припять, там, сейчас есть планы, например, строительства такого пути Е-40, там, из Балтийского моря в Черное море, чтобы, там, гонять такие крупные, там, танкеры, сухогрузы. Понятно, что это, там, через такую реку не погонишь, поэтому это нужно будет спрямлять. И, опять же, вот, мы видим это как одно из таких очень больших угроз вообще для всего Полесья, если такой план будет сделан. Вот, если кому-то интересно, Багна Ленд – это сайт белорусской организации Багна. Они занимаются охраной дикой природы, вообще, у них очень много разных волонтерских лагерей, там, в особо охраняемых природных территориях. Вот сейчас в сентябре будет несколько таких волонтерских выездов, поездок на Ельню, где будет, там, и уборка мусора. Ельня – это у нас одно из самых больших верховых болот на севере Беларуси, там, в районе Верхнедвинска, Миор. И вот, опять же, сайт – очень такой хороший источник информации о том, что происходит с природными территориями. И вот таких вот мест, к сожалению, становится очень мало. Ещё одну фотографию, которую я хотел показать – это фотография вот буквально совсем свежая, опять же, того же Сергея Плоткевича, который буквально там вчера опубликовал. Это Браслов, точнее, Брасловский район. Два озера. И вот это озеро, ближайшее озеро, которое находится как раз… Браслов, он находится вот как бы вот с этой стороны, то есть сточные воды с Браслова, они попадают в это озеро. И можно видеть как бы разницу. То есть вот на первом озере оно заросшее водорослями, сине-зелёными водорослями, за счёт того, что там очень много органики, там, азотов, хосфора, которые попадаются с сочными водами. Причём Браслов – это как бы такой маленький городок, где там какой-то промышленности вообще нет. То есть это тупо канализация? Это тупо канализация людей. Ну, то есть там есть, понятно, что очистка, но всё равно там органики туда попадает очень много. Ну, и поскольку озеро, ну, относительно небольшое там по масштабам города, то вот просто заметно, насколько, как бы, насколько просто человечество на это влияет. Вот эта фотография, которая мне очень нравится, потому что она во многом иллюстрирует, вот если мы сравним в каком-то смысле вот с вот этим местом, это, конечно, не Беларусь, сразу же скажу. Это Юго-Восточная Азия, если мне не изменяет память, Таиланд, но в каком-то смысле мы тоже имеем отношение к тому, что здесь происходит. Эта территория, то есть вот там, если посмотреть вверх, то можно увидеть там кусочек леса тропического, но его очень, как бы, скажем так, постоянно вырубают для того, чтобы выращивать одну монокультуру. Есть идеи, что это может быть. Могу сказать, что мы все этот продукт потребляем каждый день. Ну, я уверен. Нет, не ананас. Рис? А? Рис? Нет. Сахар. Сахар, чай, красивый. За кофе. За кофе или за чай? Здесь выращивают пальмы для производства пальмового масла. Пальмовое масло – это очень, ну, в реальности получается распространенное, очень дешевое, вот за счет, как бы, такой промышленного выращивания ингредиент, который добавляется у нас, начиная от косметики, вот во всякую дешевую, ну, относительно дешевую там выпечку, продукты питания. Ну, по сути, это вот такой заменитель нормального масла. И сейчас это один из самых, как бы, таких распространенных массовых продуктов. Я бы даже не сказал, что это продукт питания, но в каком-то смысле это используется в пищевой промышленности. И это вот этот рост потребления пальмового масла приводит к тому, что огромные территории, в первую очередь в Юго-Восточной Азии, во вторую очередь в Южной Америке, они просто трансформируются радикально, потому что нужны огромные площади для того, чтобы это выращивать. То есть если провести аналоги с Беларусью, это, ну, если бы мы, опять же, там начали вырубать леса, чтобы выращивать, например, рапс или какую-нибудь кукурузу, что тоже является такой монокультурой. И это тоже одна из, наверное, вот характеристик отношения к окружающей среде в современном мире, что на самом деле все очень сильно взаимосвязано. То есть понятно, что тем людям, которые живут в Таиланде или которые живут в Индонезии, им это пальмовое масло вообще не нужно. Это скорее люди в Западной Европе, в Восточной Европе, в США, которые являются двигателями тех изменений, которые потом происходят где-то очень далеко в мире. И мы зачастую их просто не видим, потому что телевидение нам это не показывает, интернет, опять же, тоже нам это не всегда показывает. Люди живут так, как им удобно, а потом это приводит к каким-то очень серьезным последствиям в других частях мира. Вот опять, эта фотография, которую нам прислали на конкурс 4 или 5 лет назад, это Гродно, это реальная фотография, это не коллаж. Это вот там, если со стороны Девятовки туда ехать, это вид на Гродно-Азот. И это тоже, мне кажется, одна из таких вот, я постарался просто подобрать для этой презентации, несколько типичных фотографий, которые в каком-то смысле отражают современные экологические тренды. То есть вот эта сельская культура, скажем, сельская жизнь, она, я думаю, все видим, что она постепенно уходит. У нас в Беларуси сейчас 80% городского населения. И, в общем, с каждым годом эта цифра только увеличивается. То есть я думаю, что там уже наши дети, там уже, наверное, будет, не знаю, 10% сельского населения, когда они будут взрослыми, может и того меньше. При этом влияние промышленности, оно сейчас становится очень и очень большим. И вот, как тоже был вопрос про мониторинг, на самом деле у нас, с одной стороны, ситуация, наверное, немножко получше, чем в России или в Украине. Но при этом, опять же, у нас нет полностью достоверных данных о том, что происходит, что выбрасывается, про влияние на здоровье. Если есть какие-то конфликты, то очень часто, опять же, экономические интересы того же Гродно-Азота, они, понятно, будут превалировать над, например, природоохранными интересами. И последняя такая фотография про, наверное, глобальные тенденции, которые мы сейчас видим, опять же, фотографию, которую нам прислали на конкурс, и здесь нравится очень много таких, ну, как бы разных аспектов. Это фотография, скажем так, про пластик. А? Разных пластиков. Да, тут, с одной стороны, то, что насколько вот пластик, так, может быть, незаметно вошел в нашу жизнь. А с другой стороны, вот эта привычка, когда еще при Советском Союзе или в начале, в середине 90-х, когда этого пластика было не так много, то очень часто люди просто стирали эти пакетики, мыли их и потом использовали повторно. Сейчас, в принципе, эта привычка уже практически не имеет смысла, потому что этих пакетиков становится слишком много. ну, и мы во многом, наверное, не готовы к каким-то вот, скажем, действиям, которые тратят на это время и так далее. Но при этом, опять же, вот этих мы очень часто не замечаем, даже когда нам эти пакеты там дают в руки или когда мы их сами берем. То есть это как бы так вот уже происходит немножко вне нашего поля зрения. А при этом вот за последние годы, по сути, за последние там полвека пластик – это самый быстрорастущий тип упаковки, который вообще в мире есть. То есть вот, если в 50-м году там было, ну, относительно мало по мировым масштабам, то сейчас, там, к 15-му году это просто было очень большое исследование, связанное вообще с тем, что происходит с пластиковой упаковки. Science опубликовал, и там очень такие интересные цифры. Мы сделали несколько инфографик по этому поводу, просто чтобы понимать, насколько увеличивается производство, использование. И при этом большая часть того пластика, который вот в мире есть, ну, практически мы его выбрасываем. То есть он не используется повторно, это в основном одноразовый пластик, одноразовая упаковка, либо какие-то там товары, предметы. Большую часть потом выбрасывается на свалки, что-то сжигается, перерабатывается очень мало. Причем то, что перерабатывается, это в основном перерабатывается один раз. То есть мы не делаем там из старой бутылки новую бутылку. Чаще всего, например, из бутылки потом мы делаем какое-нибудь, там, например, покрытие для спортивной площадки, или какую-нибудь там, садовую мебель. Когда она приходит, негодность, мы уже это выбрасываем. Тоже такие интересные немножко аспекты, что там четверть пластика – это, по сути, упаковка. То есть это вот мешочки, это там какие-то там баночки, бутылочки. То есть в реальности мы тратим огромное количество ресурсов на те предметы, которые нам не критично нужны. То есть это тоже такая не очень устойчивая модель. Ну и мы тоже постарались немножко так посравнивать цифры, что вот 6% той нефти, которая в мире добывается, она идет на изготовление одноразовых пластиковых стаканчиков. То есть для меня это как бы вообще очень, ну, какой-то такой показатель, ну, совершенной неустойчивости той вот экономической модели, в которой мы живем. Потому что понятно, что это не может продолжаться как-то очень долго. При этом часто вот эта пластиковая проблема, она приводит к тем последствиям, про которые, ну, как бы изначально вообще никто даже не задумывался. Вот здесь вот эта фотография с Балтики, здесь фотография микропластика. То есть это вот уже маленькие частицы, на которые там та же упаковка, например, либо какие-то более большие пластиковые предметы, они могут деградировать, например, там, в водных условиях. То есть она не то, что куда-то исчезает, она становится там такого размера, потом она становится там более маленького размера, она попадает в рыбу. Если вы сейчас, опять же, почитаете там про исследования, ну, даже такие популярные материалы, про исследования микропластика, то, в общем, уже практически в любом водоеме, вот в любой питьевой воде, там будут частицы микропластика, то есть которую мы пьем в том числе. Мы до сих пор еще не знаем, какое влияние это оказывает на нас, на наше здоровье, потому что, ну, это как бы такая очень свежая тема. Потому что практически вот вся одежда, которая сейчас на нас есть, на людях в этой комнате, это будет синтетиком. Там будет... А? Ну, там будет какие-нибудь там полифирные... Сейчас гораздо больше хлопка напоминается. Да, это один из... С одной стороны, это один из, ну, скажем так, ответов, ну, или вот запросов со стороны общества, что мы хотим меньше химии. А с другой стороны, хлопок – это тоже, это одна из самых, ну, скажем так, требовательных с точки зрения ресурсов, с точки зрения воды культур. Особенно, если мы говорим там про хлопок, выращенный в Средней Азии. В реальности то, что случилось с Аральским морем, то есть то, что его практически уже не стало, оно ушло на хлопок. То есть его вот основные реки, Амурдарья и Сырдарья, их как бы гидрологию изменили для того, чтобы направить эту воду на орошение хлопковых полей. И в реальности, как бы, массовое использование хлопка – это тоже, ну, это не всегда очень хорошо, скажем так. Ну, то есть, опять же, вот такие картинки с пластиком, с пластиковыми отходами, может быть, они не всегда характерны для Беларуси пока, к счастью, но все равно это вот все чаще и чаще становится, скажем так, такой достаточно, к сожалению, типичной картиной, когда вот все эти пластиковые товары, в каком-то смысле они потом попадают в окружающую среду. Еще один из примеров пластика, который не всегда мы про это, ну, как бы задумываемся и понимаем, это сигаретные бычки, окурки, потому что они тоже в себе содержат пластиковые волокна, то есть это не бумага, и это один из самых распространенных типов морского мусора. Отчасти почему сейчас вот очень много внимания там глобально уделяется теме пластика, потому что последние лет десять проводились много исследований в разных точках мира, там, в океанах, в морях, смотрели, что там находится. И там очень много пластика, и один из таких распространенных типов – это в том числе вот бычки, которые, опять же, много где находится, и мы видим, что цифры, ну, как бы они очень большие, которые производятся в год, и это данные из США, то есть в том смысле, что там проводились исследования, там в целом ряде городов, какое количество вот этих окурков попадает в окружающую среду, минуя систему сбора отходов, то есть оказалось, что порядка две трети. Я не думаю, что у нас в Беларуси или там в нашем регионе ситуация как-то сильно отличается, то есть у нас по-прежнему очень распространена привычка, когда люди выбрасывают там бычки куда угодно, либо их там сдувает ветром, то есть, соответственно, это тоже вот один из таких источников поступления пластика в окружающую среду. Что делать? Я, наверное, не буду очень подробно сейчас на этом останавливаться. Это вот мы делали аналитику по стратегии Европейского Союза, что ЕС хочет сделать с пластиком. Вот буквально несколько слов. То, что они решили уже в этом году, с чего начать, это ограничение таких самых мелких, неперерабатываемых пластиковых предметов, там типа ватные палочки из пластика, там соломинки, помешиватели, вот здесь там я видел, были помешиватели деревянные, очень часто бывают, там пластиковые, то есть это тип предметы, которые не перерабатываются, которые опять же очень легко потом попадают в окружающую среду. То есть это вот то, что сейчас постепенно начинает как бы уходить с рынка. Ну вот некий общий принцип, опять же, вот что можно делать, это стараться предотвращать, уходить от использования вот одноразового пластика. Там сейчас целый ряд стран, которые начинают предпринимать какие-то законодательные меры в этом направлении, но это то, что мы можем делать там и на каком-то личном уровне, потому что там ходить со своими кружками, там в кафе использовать, опять же, там свою тару, там не покупать одноразовый пластик. То есть это какие-то такие вещи, наверное, на потребительском уровне, но в том числе они и постепенно приводят и к изменениям уже на уровне регулирования в разных странах. Есть примеры исследований этого года по ритейлу, то есть в очень многих странах крупные компании, они начинают стимулировать потребителей, опять же, уходить от одноразовой упаковки, одноразовой пластиковой упаковки. Кто-то переходит на крупные картонные либо бумажные упаковки, кто-то, например, стимулирует, чтобы люди приходили в кулинарию со своими контейнерами, чтобы не использовать тонкий пластик. Мы пытаемся работать с нашими гипермаркетами, кто-то на это откликается, кто-то говорит о том, что там вдруг потом человек нам скажет, что мы отравились вашей едой, а у него был, оказывается, грязный контейнер. То есть у нас еще в каком-то смысле есть такая привычка слишком сильного контроля и вот как бы заботы о потребителе, что вот там как бы все вот эти санитарные нормы во многом они, ну даже излишние, они мешают людям проявлять, я бы сказал так, чуть больше самостоятельности в контексте. Они сами важнее, чем какие-то вопросы. Вот, или там, например, это уже интересный пример, в Финляндии, Кеска, это одна из крупнейших торговых сетей, они, например, пошли по пути отказа от пластиковых стикеров одноразовых, там, с ценой, с описанием товара, они делают там лазерную гравировку на фруктах, или там штрих-код делают, или там делают, например, маркировку, что это там органические продукты, то есть это тоже один из, ну, таких интересных примеров. Или там вот Теска, они используют многоразовые сумки в качестве дисконтных карт, то есть там для своих магазинов, соответственно, человек ее приносит, вот, при этом они там часть прибыли потом перечисляют природоохранным организациям. Вот это движение MyCapLiz, может быть, кто-то в курсе, это белорусская уже инициатива, опять же, сейчас это десятки кафе, которые дают скидку людям, которые приходят со своей кружкой и не покупают стаканчики. Ну, то есть, в общем, как бы тема с пластиком, она сейчас, ну, глобально очень активно начинает и обсуждаться. Мы видим, что и в Беларуси потихоньку какие-то инициативы появляются, что-то там под давлением общественности, что-то, скорее, потому что госорганы видят как бы глобальную картину. И здесь, опять же, очень много что зависит от людей. Вот, например, эта тема с пластиковыми шарами, когда там еще там в прошлом, позапрошлом году там школы, например, очень любили там или на первое сентября, или на выпускные там сотни этих шаров выпускать в воздух. А это, конечно, такая совершенно глупая идея. Там или пластиковые цветы. Наверное, я буду стараться так уже чуть-чуть переходить ко второй части. Единственное, что я еще хотел так схематически обозначить, это вот очень большая тема отходов. Это, наверное, то, что сейчас, опять же, очень на слуху. Про это много говорят госы. Про это намного, в принципе, уделяют внимание журналистам, в том числе и в Беларуси. Потому что, опять же, мусора становится больше. Это тоже один из, наверное, таких признаков того, что наша экономика, она такая очень одноразовая, я бы сказал. Мы делали сейчас большую интерактивную выставку по тему предотвращения отходов. И это вот один из стендов. Мы иллюстрировали ту статистику, которая сейчас есть по образованию мусора. Если в 70-е, это было меньше кубометра на человека, причем это было во многом органика, это был текстиль, это было совсем чуть-чуть пластика. Сейчас это более, опять же, это официальная статистика, более двух кубических метров, то есть там где-то порядка 350-400 килограмм на человека в год. И в основном это одноразовая упаковка. То есть это очень большая доля. Конечно, очень много еще и органики по-прежнему не есть, но очень много такого, что нам на самом деле не сильно нужно. Вот это данные из России, потому что у нас нету, к сожалению, данных по Беларуси, но я не думаю, что у нас как-то очень сильно статистика отличается. Вот официально самый продаваемый товар в России – это пакет майка, именно по количеству единиц, которые продаются. И опять же, когда задумываешься, что мы используем несколько минут этот пакет, а потом он в реальности будет столетиями лежать на свалке либо будет лежать в том месте, куда мы его выкинем. При этом на переработку эти пакеты практически не идут, потому что на них нет спроса как такового. То есть вот этот переработанный пластик из низкого качества, он сильно никому не нужен. Опять же, если говорить, что делать, вот на таком личном уровне пробовать, я всегда стараюсь советовать отказываться или уменьшать количество одноразовых товаров, которые вы используете в жизни. Начинается с этих пакетиков, соломинок, палочек и так далее. стараться искать многоразовые альтернативы. То есть это один из трендов, который сейчас очень четко прослеживается в тех странах или в тех сообществах, люди, в которых интересуются темой. Да, конечно. Тут речь идет не только про, сейчас я уже говорю не столько про пластик, сколько вообще про принцип одноразовости. Есть, да, по-моему, даже Zero уже продают такие многоразовые, марлевые вот эти диски, они просто стираются потом и используются. Потому что вот здесь, там чаще всего это все равно будет синтетическим, ну, часто это бывает с добавкой каких-то синтетических волокон. Даже, например, вот эти пакетики из-под чая, то есть там тоже не просто, ну, как бы это не бумага. Если посмотреть внимательно, то там сейчас практически все производители начинают добавлять немножко пластика, чтобы этот пакетик был таким более прочным. И, соответственно, это потом невозможно нормально переработать. Вот. Я уже не говорю там про всякие там мешочки, там фруктовки и так далее. То, что более активно распространено. Если кому-то интересно, то вот такая достаточно большая интерактивная мультимедийная история про отходы в Беларуси. Там можете посмотреть разные ролики, посмотреть, где что находится. Единственное, что оно недоступно со смартфона, то есть, ну, в смысле, это надо смотреть с доступной версией или там с ноутбука, потому что там как бы такое большое разрешение. Я уже сейчас не буду, наверное, останавливаться на каких-то других фактах. Это там иногда показывают фотографии из очень хорошего фильма «Дом». Не знаю, кто-то смотрел. Если кто-то не смотрел, то и у вас там выйдет «Время-желание». Фильм Жан-Артиус Бертрана. Это такой документальный фильм, порядка двух часов, очень много воздушных съемок про историю образования Земли, того, что происходит сейчас с планетой. И он, ну, как бы, очень, мне кажется, заставляет вообще задуматься и вот, как бы, увидеть такую картину целиком. Что происходит, вот, как бы, какое влияние оказывает человек на Землю, какие там тенденции, опять же, в мире есть. Поэтому, если кому-то интересно, то вот фильм «Дом», «Хоум» очень такая интересная штука. Так, про это я уже сейчас говорить не буду. Что вообще можно делать? Потому что, с одной стороны, конечно, когда начинаешь смотреть вот на вот эти глобальные тренды, на глобальные проблемы, складывается ощущение, что вот мы идем как-то совсем не туда. Или как бы с какой-то очень большой скоростью мы идем не туда. С другой стороны, ну, мне кажется, что с одной стороны, мы всегда в ответе как бы за вот наши поступки. Мы в ответе за то, что вот конкретно мы делаем. За тот пример, который мы даем своим детям, там, своему окружению, там, тем людям, которые вокруг нас. То есть иногда очень сложно, скажем так, пытаться решить какую-то глобальную проблему. И когда мы, например, в организации задумываемся о том, вот, ну, какова наша роль, мы понимаем, что, ну, для себя мы отвечаем, что мы скорее являемся… Вот в химии есть такое понятие катализаторов и ингибиторов. То есть веществ, которые там либо ускоряют какие-то реакции, либо, нам врет, замедляют очень сильно какие-то реакции. И мы в этом смысле стараемся вот именно придавать ускорение каким-то хорошим примерам, хорошим тенденциям, хорошим вещам. И в то же время замедлять то, что мы считаем плохими примерами. То есть мы не говорим о том, что вот мы можем там полностью поменять ситуацию, но мы можем, по крайней мере, что-то ускорить, что-то замедлить. И вот здесь вот, например, есть некоторые идеи, которые сейчас в мире тоже набирают очень большую популярность. И они набирают там внимание со стороны бизнеса, со стороны политики, со стороны общества. И в этом смысле, мне кажется, у нас еще есть какой-то шанс, что-то может меняться. Тем более, что многие из вот этих вещей это уже не просто там идеи экологов, это те, ну скажем так, те тенденции в бизнесе, которые происходят. Вот, например, там Zero Waste экономика, то есть там или там циркулярная экономика, там что-то из этого уже происходит даже в Беларуси. Вот там один из моих любимых примеров, проект Калиласка, который когда-то начинался как маленькая инициатива одного человека. Сейчас, ну в принципе, это уже достаточно большой проект. Там есть магазин, есть уже там оборот, наверное, под 100 тонн сбора одежды. Там сейчас будут открываться новые контейнеры, в смысле новые точки приема. И это один из примеров того, как даже у нас в Беларуси уже что-то происходит на таком более-менее серьезном уровне. «Зеленая карта Минска» это тоже вот один из таких небольших общественных проектов, который иллюстрирует разные места в городе, который, опять же, начинает там что-то продавать без упаковки, которые начинают, не знаю, развивать сферу ремонта, повторного использования. Опять же, то есть разные услуги, которые уже, ну, можно классифицировать как, опять же, такие безотходные технологии. В чем еще можно, наверное, вот как бы поучаствовать людям, и что мы тоже стараемся поддерживать как организация, например, движение «Зробиум», там, движение по уборке мусора, там, во всяких природных территориях, там, труднодоступных территориях. Опять же, если кому-то интересно, можно зайти там на сайт «Let's do it by», и очень много компаний сейчас организуют, в том числе, там, корпоративные какие-то уборки, корпоративные мероприятия. Это, конечно, не там решение системной проблемы, но это один из способов вовлечения людей в конкретную природоохранную деятельность, и потом уже люди начинают немножко по-другому к каким-то вещам относиться. Это, скорее, вам просто, те, кому интересна тема раздельного сбора, вот есть такой сайт «iRecycle.by», и он подробно рассказывает, что в какой контейнер можно выбрасывать, что у нас перерабатывается, что у нас не перерабатывается, то, что, если вы помните, вот первую фотографию, с которой я начинал презентацию, в реальности очень много из того, что мы используем каждый день, там, его нет смысла, например, там, выбрасывать там в тот же пластик или в стекло, это, к сожалению, все идет в общий мусор, и это, в том числе, один из поводов, наверное, задумываться о том, что мы можем менять в своей какой-то потребительской, потребительских предпочтениях. Что еще у нас происходит в Беларуси, скажем так, из позитивного, это развитие органического сельского хозяйства. Это сельское хозяйство без использования пестицидов, соответствующее определенным критериям, достаточно жестким, хозяйство, которое проходит сертификацию на соответствие этим критериям. Например, вот такой значок «зеленый листок» – это критерий, точнее, сертификат органического хозяйства Европейского Союза. И вот это то, что происходит буквально в наших глазах, когда там уже не только совсем маленькие фермеры и достаточно большие хозяйства, как там «Здоровая страна» в Гродно, они начинают работать по другим принципам, без использования пестицидов, без использования ядохимикатов. Опять же, не в качестве рекламы, но вот нам, например, сегодня мы заказывали уже нашим офисом вот эту органическую голубику, там нам привезли 60 килограмм, там отличная ягода по совершенно нормальной цене, и мы знаем вот этого фермера, который ее выращивает, опять же, без использования химикатов. Для меня очень важно, что такие примеры уже есть в Беларуси. Что еще происходит? Опять же, я думаю, все вы видите увеличение количества велотранспорта, увеличение количества самокатов и так далее. То есть то, что люди потихоньку начинают использовать альтернативные модели транспорта вместо того, что там каждый ездит на своей машине. Мы, понятное дело, еще очень далеки от Копенгагена, от Бремена, каких-то немецких городков или датских городков, но все равно вот это движение в сторону велосипедизации, оно есть. И это в каком-то смысле тоже отражает интерес людей к более экологически дружественным привычкам. Тема экологических троп, это, возможно, вот меня просили тоже немножко упомянуть несколько примеров того, что зависит от нас, что мы можем делать в нашем сообществе, в нашем окружении. И мне кажется, что нам в Беларуси, в частности, в Минске, в каком-то смысле не хватает вообще экологического образования. И несколько лет назад мы открыли экологическую тропу в Каменной Горке, где там есть маленький кусочек еще старого леса, который еще не успели вырубить. Оказалось, что там, например, живут даже краснокнижные виды птиц. Там коростель, например, есть, там махаон есть. И это стало вот очень интересным таким образовательным объектом для людей в той же Каменной Горке. То есть они начали видеть, сколько всего у них есть из обитателей лугов, полей, птицы. Это то, что, в принципе, мне кажется, в Минске, опять же, нам этого не хватает по сравнению со многими другими городами. И вот в Чижовке-то в прошлом году такую тропу открыли. Опять же, кажется, такие объекты не нужны. Так, про экологическое просвещение, наверное, сейчас уже сильно говорить не буду. Вот эта фотография мне очень нравится. Это публичная лекция Бия Джонсон, которую мы делали в прошлом году. И Бия Джонсон – это один из, не знаю, как правильно назвать, адептов, таких просветителей в сфере ноль отходов. То есть она сама живет по такому принципу. Она там ездит со своей стеклянной баночкой и показывает количество отходов, которые она там за год образовывает. Ну, имеется в виду, там, не человеческие отходы, а всякие упаковки и так далее и тому подобное. И мне всегда очень нравится, когда какое-то мероприятие в сфере просвещения, образование, оно ведет за собой какие-то, ну, скажем, такие последствия. И вот, например, на этой неделе была в Статьяно Тутбай интервью с ребятами, которые открыли первое кафе в Минске вообще без одноразового пластика в Осмоловке. Не помню, как оно называется, но вот они в интервью говорят, что… Ти-дэн, что-то такое. Вот они говорят, что они там пришли на эту лекцию, послушали био, вдохновились, почитали, и вот решили открыть такое кафе. Очень классно. То есть для меня это, опять же, одна из иллюстраций того, что какие-то даже небольшие действия, они на самом деле могут иметь такой очень отдаленный, но очень такой измеримый эффект для сообщества, для людей, для того города, в котором ты живешь. И в этом смысле мы всегда можем находить вот какие-то такие точки воздействия. Если суммировать, то для меня, вот отвечая на вопрос, почему мы должны что-то делать с темой окружающей среды, один из первых ответов, который я лично себе даю, это то, что у каждого поколения есть люди, живут в каких-то условиях, которые от них могут не зависеть. Кто-то живет в условиях, когда идут войны, кто-то живет в условиях, когда меняются какие-нибудь политические, геополитические системы. В этом смысле, наверное, наши поколения – это те поколения, которые живут в условиях такого очень серьезного кризиса с окружающей средой, когда те потребительские модели, которые есть, они, по сути, мы живем за счет будущих поколений. Вот есть такая хорошая пословица, которую мы тоже периодически используем, что мы не получили землю в наследство, мы взяли ее взаймы у наших детей. Это вот такая индейская пословица. И она очень хорошо отражает то, что мы живем выше тех лимитов, которые у нас есть. И в этом смысле, наверное, это ответственность наших поколений что-то с этим делать, что-то изменить, изменить в каком-то смысле ценностное отношение к тем ресурсам, к той окружающей среде, к той окружающей среде, которая у нас есть. То есть если мы не меняем, опять же, причин, наших потребительских привычек, мы не меняем вот этого, скажем так, бездумного отношения к ресурсам, то, как показывает тема с изменением климата, с химическими веществами, со всем другим, мы начинаем страдать от последствий. Я сейчас даже не затрагивал многие вещи, связанные, например, со здоровьем, с влиянием, опять же, окружающей среды и здоровья, хотя это, безусловно, есть. Тема справедливости. Тема справедливости тоже очень важна, потому что часто получается, что от действий одних людей страдают совершенно другие люди в других странах. Я был где-то три недели назад в Таиланде. У нас была большая встреча с коллегами именно по теме пластика, потому что сейчас в Юго-Восточной Азии очень сильно страдает Таиланд, Китай от того, что, по сути, многие европейские страны, Западная Европа, в каком-то смысле, Беларусь, Россия, но это очень мало. В США мы отправляем туда наши пластиковые отходы для условно-дешевой переработки. Поскольку, как я говорил, вот этот вторичный пластик, он особо сильно никому не нужен. Все предпочитают использовать либо новое чистое сырье, либо продукты пластиковой переработки, они в реальности экономически, большой экономики в этом нет. и многие страны отправляют это в страны, где очень дешевая рабочая сила, люди в совершенно ужасных условиях это как-то сортируют, потом большая часть просто остается в качестве отходов, а что-то возвращается к нам уже в качестве ресурсов. И в реальности те люди, которые в этих странах живут, они от этого страдают, потому что сильно много денег им это не приносит, а проблем для здоровья. Дело для служения это скорее тема для... Мне кажется, для очень многих людей важно, чтобы помимо той работы, той какой-то просто заработка денег, еще чего-то, чтобы мы понимали то, скажем, социальное значение, которое мы можем делать в обществе, в стране, что мы можем делать свой вклад в решение каких-то существенных проблем. Кто-то выбирает для себя волонтерство, кто-то выбирает для себя помощь, не знаю, детям, животным, людям в нужде. У меня есть куча друзей, которые занимаются например, помощью бездомным. Для очень многих сейчас решение экологических проблем и вот участие в экологическом движении это тоже становится вот такой темой для социального служения. Поэтому это, кажется, тоже важно. Ну и, наконец, это, мне кажется, очень интересно, потому что сейчас мы живем в то время, когда даже от одного человека очень много что может зависеть с развитием информационных технологий. И вы, наверное, это понимаете лучше, чем большинство людей в стране, насколько даже небольшая группа людей с использованием правильных технологий, правильных посылов может в каком-то смысле менять интересы больших групп в обществе, привлекать внимание к каким-то темам. И всегда, мне кажется, хорошо, когда мы привлекаем внимание к чему-то правильному. Спасибо за внимание. Это, наверное, было немножко сложно, долго. Там мы делали какие-то перерывы. Понятно, что это не вся, ну, скажем так, тема, связанная с охраной окружающей среды, но вот я попробовал какие-то основные, может быть, там, тренды, те важные вещи, которые вот мы видим в организации, которые касаются всех нас, осветить. Если есть вопросы сейчас или там, может быть, потом, всегда буду рад на них ответить. Но я опять же буду надеяться, что кто-то из вас тоже захочет каким-то образом поучаствовать в решении экологических проблем. Спасибо. 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 Спасибо.